Доброго времени суток, короны! Хочу порекомендовать вам сайт grizzle.ru Новое имя на рынке игровой валюты, наборы поставщиков Black Desert и других ММО. Все контакты для связи в описании видео. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Юга, и это мой давно обещанный и, как я понимаю, уже все-таки нужный гайд по визарду и мое вообще осознание визарда, как самого персонажа. Гайд не претендует ни на какую-то догмату, и, соответственно, вы можете чему-то прислушаться, а можете строго действовать по своему усмотрению. Но, скажу, именно гайд будет основываться на трех месяцах игры за этого персонажа, что я вот для себя подчеркнул, что мне понравилось, что нет, как, почему и т.д. и т.п. В общем, начну с самого начала. То есть, разделю гайд примерно на три части. Первым поговорим о шмоте. Второе мы поговорим непосредственно о... какие обилки брать, как правильно распределить свое СП. Ну и третье это тактика боя и, в принципе, юзание скиллов, то есть ротация скиллов, как скиллы правильно прожимать и тем самым оставаться непосредственно с максимумом ДПСа на качи и в бою. Поехали! Самая больная тема на стримах и вообще с которой сталкивается любой игрок, даже вне зависимости от класса, это шмот. Правильный выбор шмота, что надеть и как мне будет в этом лучше. Штоком Сайма Визардов есть как минимум известных, известных, я знаю, пять вариаций. Первая вариация такая самая, допустим, классическая, которая упоминалась во многих гайдах, это начальная этап игры, это три части сета Аджери и ботинки Джерас. Есть вариация такая, что, как у меня, три части Аджери и ботинки Талис с камнем скорость перемещения. Сейчас объясню, почему именно так. И есть самый такой попсовый вариант, почему я его попсовым называю, потому что, в принципе, каждый якобы уже знающий игру человек говорит, что сет Грунил это просто имба и лучше его другого сета нет. И есть самый true вариант, это четыре части босс-сета, к которым, в принципе, должен стремиться каждый игрок на любом классе. Благо, это такой сет, который, в принципе, универсальный ко всему. И самый крутой, по моему мнению, возможно, если бы я начинал сейчас играть с нуля за Визарда, может быть, я и сделал бы этот выбор. Здесь я сделал экспериментального Визарда, именно с тем сетом, что вы видите, который мне понравился. Я с этим сетом играл на Корее и немножко поиграл еще на Free сервере, когда Визарда вели. И мне он, в принципе, понравился по его функционалу. Это три части Торитос и перчатки от Джерри. Давайте об особенности каждого сета. Начну со своего. Что я, допустим, в моем сете есть и почему именно я использую скорость бега, допустим, не вставляю камень на сопротивление. Я своего Виза сделал более мобильным. Для меня статы по телепортам 4 скорости оказалось, из сокупности была скорость перемещения 5, оказалось таким очень знаковым. На самом деле, Визарда под 5 скоростями, по телепортам реально может удрать от кого угодно и догнать, наверное, кого угодно, кроме гиганта. И даже на Бурналаве я старался догонять. И лучниц. Ну, лучницы, это, конечно, забейте, на самом деле. Не знаю, что вообще может их остановить. В любом случае, их надо не отпускать. Но не суть. И я сделал более интересный мобильный вариант. Все остальные статы в ПВП я на быстрых клавишах делаю так. Одеваю жерелку на сопротивление и юзаю щит. Как видите, часть моих статов, ошламление и опрокидывание дорожгли до отметки 60%. Кто не знает, максимальное количество процента, которое срабатывает в ПВП, это 70. Да, мне не хватает 10%. Но поверьте, то есть, я лично на своем опыте Визарда убедился на том, что если вы мансите, если вы стараетесь не попадать под контроль, вам 60% вполне хватит. То есть, без щита 45% и этого мне казалось вполне достаточно. Поэтому я выбрал мобильность за минусом сопротивления. Если брать по камням, то есть, шлем, стандартный камень, скорость атаки, скорость навыков 2. Есть еще вариация с медийским обедом, который плюс 1 скорость навыков дает дешевый. Но, самое главное, скорость навыков 2. Гоуэд, по-моему, по стандарту всех визов. Далее, броня, соответственно, стандарт, 100 хп, 20 лт, никакие увеличения. То есть, есть, в принципе, интересный, еще билд, я в нем, когда Торитусу расскажу, подойду. Но, в принципе, стандартный камушек, 100 хп, 20 лт, ну и в перчатках, соответственно, крит. Из оружия, которое я рекомендую. Любому визу нужно обзавестись прекрасным бронзовым кинжалом. И, соответственно, заточить его, как минимум, на 17. Чтобы у вас точность на валенсийских сейчас мобах была идеальной, и вам и был прекрасный, вы бы с ней прекрасно себя чувствовали. Далее. Есть же, конечно, кинжал на, стальной у меня на урон. Почему у меня он есть? И выбрал я ради эксперимента, потому что сейчас хочу именно тащить печать древних стражей, соответственно, сердцевины. Здесь от бонуса сета идет 5 меткостей. Это, в принципе, неплохо. Стандартное место фарма это элики, 54-53 мобы. За час, там, даже меньше, чем за час, ну, в среднем делается 1,5-2 миллиона чистыми деньгами, бегая с остальным кинжалом. Поэтому, как бы, и о плохимочке я еще отдельно сделаю разговор, что с собой нужно носить с химкой накачивать. Но, пока вот так. Два кинжала это в идеале. Два кинжала в идеале плюс 17-х. Вам будет хорошо. Вы можете тестить, смотреть и разбираться. Что касаемо либерты. Почему мне либерта, допустим, больше нравится, чем гзарка, я понимаю, что, может быть, это и неправильно. с гзаркой нужно придется возвращаться с камнями, чтобы поднять себе крит. И мне это, честно, не нравится. Соответственно, вы взяли это гзарка и должен быть у тебя минимум один пхек, чтобы ты туда ставил два камня на крит-атаку. И, допустим, один камень на крит или что-то такое. В общем, вариация с пушкой должна быть постоянная. Здесь же с либертой все гораздо проще. Для меня это почему-то выходит идеальная пушка, потому что я туда могу ставить прекрасно силы атаки пять и быть этим абсолютно доволен. Все. То есть, вставляю силы атаки есть. Как видите, скорость навыков максимальная, критический удар максимальный. Без еды, без каких-либо затрат. Ну, здорово. Я думаю, да. Есть еще вариация, допустим, с той же либертой и пхеком туда можно совать камушек на магическую атаку или сопротивление. вместе с критом и это тоже в принципе очень круто. Вот это касаемо шмота, что есть у меня. Давайте подойдем еще непосредственно к сету грунил. Почему сет грунил я обозвал попсовым и почему якобы он типа господи, там пять сет грунил. Почему меня это на самом деле не раздражает? Нет, меня это не бесит нисколько. Сет грунил действительно тоже интересный для вариации, но многие его не могут использовать почему-то по максимуму. То есть, мне людям это как бы уже устало объяснять. И самая большая проблема, потому что любой каждый игрок стремится непосредственно к босс-сету. Вот почему мне не нравится грунил? Потому что придется разбивать. Здесь в моем варианте, то есть, первая, допустим, вариация моего шмота, первая идеальная шмотка для меня это ботинки маскана. То есть, идеальная шмотка, которая подойдет для меня вот прям вообще. Ах, я просто буду безумно рад. Соответственно, вторая пхек. С пхеком масканом, соответственно, сет от джерри у меня рушится. Если первым, конечно, выпадет пхек, то, соответственно, что? Я теряю ботинки талия, спокупаю ботинки от джерри, в сет у меня джерри остается, я точусь непосредственно своего пхека. То есть, стараются люди делать, то есть, какая-то вариативная шмота у меня присутствует. То есть, купить 15-е ботинки, там точнуть их на 17-е, это, по-моему, не такая уж затратность на самом деле. В принципе, ну, по деньгам там выходит в районе, ну, где-то миллионов 30-ти. Это нормально, это чисто если брать просто ботинки 15-е тысячи, ну, миллионов за 15-16 от джерри. Вот, соответственно, а в груниле, почему мне не нравится, это постоянно нужно как-то извращаться, изгаляться и что-то как-то менять с этими сетами. Мне это действительно дико бесит. Вот эти бонусы от грунила в принципе максимальные, которые мне нравятся на атаку и он разбивается с появлением одной босс-шмотки, которую можно купить у ночного торговца или же, допустим, выбить с призывного ежедневного босса или же недельного. Вот поэтому я, в принципе, его и не сбрал. Мне не понравился. Вот, это что касаемо шмота непосредственно грунильчика. Есть еще, как я говорил, с ботинками Джейрос, но вариант этот чисто для меня неинтересен. Он идет там на выносливость, но любой визард, когда выкачивает скилл мобильного уклонения на максимум, понимает, что выносливость у него просто попой жуй. Мансить он может с ней прекрасно. Поэтому ботинки Джейрос, это на самом деле просто, ну, по-моему, бред. Почему бред? Потому что шлем Джейрос еще кто-то использует, там, допустим, три сета так. Шлем Аджери, в принципе, сейчас дает прекрасные три стата, допустим, сопротивление оглушению, ошеломлению, заморозки. Соответственно, антивизард класс. Антивизард шмотка. Тоже полезно, потому что, ну, то есть, даже на этом этапе. Далее, я вам говорил, что один из, чтобы если бы я снова начал бы, допустим, я бы снова взял три таритес, один Аджери. Почему? Во-первых, сет таритес имеет самую основную прибавку не к ХП, а к МП. У визарда многие скиллы увеличиваются урон от МП, и это важно. Это важно, и это интересно, потому что, допустим, все массовые ОЕ скиллы у него имеют демедж от МП. В принципе, в сете таритес можно разогнать меткость и МП, всунув туда, допустим, камешки на увеличение МП в тело. То же самое. И, ну, допустим, с тем же Грунилом ты такой прирост не получишь. А так можно получить чуть больше МП, того же самого сопротивления и прочего. Самое главное это меткость. Очень хочется мне оттестить золотой таритес, но, к сожалению, я уже сейчас пока свой билд перебирать не буду. Именно в плане шмота меняю, я уже к этому прекрасно приноровился. Быстро бегать и, в принципе, получить. Ну, то есть, магов я особо не боюсь. Почему не боюсь, сейчас объясню. Мало кто знает, но каждый шмот имеет свой определенный резист скрытый. Это, в частности, у Таритес увеличенный деф, у Аджерием деф, а, допустим, у Талиса и Джерас это сопротивление дальним атакам, то есть, магическим атакам. Эти все скрытые, точнее, эти все скрытые статы присутствуют. Вот, Грунил имеет самые низкие показатели и добивается он лишь только в том случае, если ты выкачиваешь как минимум на 17-й Грунил, хотя бы по дефу выходишь, и выкрафтиваешь его в золото. Тогда, в принципе, ты довольно-таки живчик. Честно, я ощутил это очень сильно, потому что играл за персонажа еще не так давно, который был одет в фулгрунил, и мне, честно, не понравилось. С этим просто можно играть, но я уже привык к другому. Если ты изначально с этого играешь, изначально себя подстраиваешь под это, то да, это твой сет, но я выбрал именно такой. Что касаемо аксессуаров, расскажу. я решил немножечко по пути поэкспериментировать с резон не только на атаку, но и на деф. То есть, что самое главное в игре, допустим, это выживать. Когда, если я собирал в свое время гигантов деф, мне это дико не нравилось, потому что гиганты в деф, к сожалению, бесполезны. Ну, извините, конечно, но кроме ульты, контроля, ты ничего не можешь дать. И это, ну это важно, потому что действительно это нужно от тебя. Но я хочу еще поубивать. Соответственно, даже 130 урона с кинжалом на меткость я прекрасно то есть убиваю людей. То есть, да, соответственно, или наношу массовый урон, который, соответственно, наши лучники потом подбревают это. Это классно, это хорошо, это контроль, это дамаг, это все в совокупе. Соответственно, мой выбор пал сейчас на основное. Это, допустим, топланка, которую я себе поставил в круг сердцевину и печать, ну хотя бы на плюс один минималочку. Кольца изгоя в идеале сейчас должны быть двоечки, троечки, самое то, то есть, атака, деф, плюс выносливость. Мне это понравилось. И также серки зубов кита, чисто поднимаешь за счет них хпшечку. Точить их очень дорого, поэтому пока нулевки у меня будут. Ну, в дальнейшем, конечно, если ты хочешь полностью забустить своего виза на атаку, то есть, из самых оптимальных вариантов сейчас, допустим, на Pay2Play сервере это втачивать кольца теней как минимум на двоечку. Вечения, Ведьмы, тоже примерно в двойку ты должен уложиться. Из стандартного, тогда, если ты полностью хочешь брать в атаку виза, пояс Василиска или Огр. То есть, пояс Василиска и Огр это сейчас ну, то есть, два таких вот, две такие основные дамажащие непосредственно вещи, которые ты можешь получить при точке. Огр, как минимум, плюс 1, Василиска тоже желательно хотя бы на 1 вточить. Получишь очень большой прирост к атаке. Но я все-таки решил комбинированного виза сделать, мне им удобно играть и я им, в принципе, наслаждаюсь. Мне нравится. И я прекрасно понимаю, что за него делать и насколько моя выжимаемость увеличилась, допустим, с поднятием дефа почти до 240. Это много, ребята, действительно много, как оказалось, живешь ты очень долго. Даже если брать, ну, какую-то заливу, да, ты можешь выжить, допустим, в средней проточке лучницы, если она, допустим, брать Либерто 17, ты можешь из нее прекрасно выжать от ее дробовиков и убить ее просто. То есть, на самом деле, очень даже просто. Как оказалось. Я не знал. Я за Визарда играю, можно сказать, вот эти три месяца и рассказывать только о впечатлениях своих. Не кичусь этим, но вот, как, то есть, были стычки, были аренки и, в принципе, вот тот, тот кайк, который от них получил, я вам рассказываю. Так, это что касаемо по шмоту. И, в принципе, давайте я, наверное, все-таки сразу подойду к алхимке и еде, которая у вас обязательно должна быть на кач, потому что все время спрашивают, почему ты там столько алхимки с собой носишь, ну, а как без алхимки, ребят? Алхимка должна быть обязательно, я не считаю, что это, в общем, какие-то дикие растраты, но минимальные по алхимке у тебя быть должен с собой. Самые основные две используемые, которые это мной, не считая зелья опыта, если я не иду на кач, это зелья концентрации на увеличение меткости и зелья ярости на увеличение атаки. В принципе, даже простые зеленые флакончики, если ты их сам перекрафчиваешь, обойдутся вам не так дорого, а пользы и удобства при фарме вам принесут очень большое. Также, самые основных, это особый серендийский обед, сейчас очень приятный появился валенсийский обед, также очень вам его советую. Тульфионку очень редко жиром, в основном только на пвп, то есть на прирост хп, потому что, ну, остальные все статы, кроме как хп, мне на кач не нужны. Особенно, если ты дерешься с айнами, это бесполезно получается. Ну, если, конечно, не с валенсийскими айнами, где тебе прирост хп, а от прыгающего с анила может тебе спасти жизнь. Поэтому так. И, соответственно, от вариаций от мобов можно использовать оффхенд и на атаку, и на меткость. Сейчас, очень, после тестов оффхенда на атаку, на меткость, у меня, на самом деле, очень странный осадок остался, я особой разницы не понял. Вот. Что касаемо алхимки. Ну, и обязательно можете самую дешевую покупать, выставить на панель, там, на 3 магатаки, 5 минут, стоит копейки. Дополнительный плюс к этому тоже есть. Я уже говорил не раз, что игра, это про единицы, и поэтому 3 единицы магатаки вам, в принципе, могут даже очень помочь. Вот. Соответственно, вот всем, что вы сейчас видите, я так обычно хожу на кач. То есть, все, что у меня есть на вяза. Обязательно, доспехи силы, если тоже такой маленький совет, носите с собой, если что-то, какой-то лут надо сразу перенажать. Вот. Места кача, я думаю, потом обговорю, еще в дальнейшем, может быть, как-то расскажу, если будет вам это интересно. Если интересно, отпишите в комментариях, пожалуйста. Давайте перейдем теперь к скиллам, которые я взял, и почему я их взял, расскажу вам об этом. Ну, а теперь скиллы. Что касаемо скиллов, также говорю, чисто индивидуальное все здесь в этой игре. Есть миллионы билдов, которые были пересмотрены товарищами, которые пришли скорее, которые поиграли на везде, и, соответственно, что-то оттуда поднабрали. Я взял у них что-то лучшее, посмотрел сам, потратил полторы тысячи рублей, скинул билды, видел, как это все действует. И пришел для себя, допустим, к тому, что мне нравится, с теми скиллами, которыми мне приятно качаться, и которые, в принципе, полезны. Как вы знаете, допустим, визарда, многие там очень поначалу спрашивают, а это саппорт? Нет, визард это нифига не саппорт. Визард это не саппорт, и не будет им, потому что вот в следующей новости я вам расскажу, почему визард не будет саппортом. Так вот, фишка такая, что да, у визарда есть очень полезные скиллы на группу, но во многом они оказываются по практике, которую я испытал, почему-то юзлис, и мне это не понравилось. Залог всех выживаемости визардов это их непосредственно, как сказать, их хоть не уворот, уворотливость, наверное, скорее всего, да, это дать раскаст и убежать непосредственно от прямого контакта с врагом, держать его постоянно на расстоянии, и это правильно, и это нормально. Так вот, что касаемо скиллов, которых я взял, сейчас я, в принципе, поясню. Самое первое, что и самое в один из важных скиллов это память мудреца, все его берут, то есть, абсолютно, это инкаст, без инкаста вы не визард, брать обязательно. Полностью выкачивается волшебная стрела, за ней идет такой скил, как град стрел, самый большой показатель резкой меткости вообще, наверное, во всей игре, которую я видел, но стопроцентный крит, и очень много иксов. Урон, как вы видите, скалируется здесь соответственно с иксами, то есть, если очень много икс, все иксы зайдут с этого скилла, противник получит очень большой урон. В частности, его использую как добивающий скилл. В спину заходит отлично, больно, да, очень. Откат довольно-таки один из самых минимальных на такие точечные и домашние скиллы. Далее, скилл, с которыми, допустим, я до сих пор не смог смириться, это фаербол. Выкачиваю я только его на одного из-за прокастовки соответственно взрыва, огненного взрыва, который использую на три. Фаербол мне был изначально мной вкачан, но в итоге я отказался от этого скилла, потому что, ну, я понимаю, кроме того, что изначального эффекта нокдаун мне больше ничего не нужно. Также, потому что в основном даже в ПВЕ я уже привык к своей раскастовки, я ее покажу следующим пунктом, что мне фаербол по сути не нужен. То есть, когда вы кастуете фаербол, то есть, я его сразу обрываю анимацией, чтобы у меня остался непосредственно огненный взрыв, чтобы смог я его закастовать. Я даже фаербол стараюсь не стрелять в своего противника, потому что, чтобы не навесился деминишинг, потому что мне, допустим, да, здесь есть нокдаун, но здесь есть опрокидывание, урон атака по низу у меня заходит с остаточного заряда гораздо больнее, нежели чем по нокдауну, что он будет стоять и, соответственно, быть оглушенным. Атака по низу мне здесь приоритетнее, поэтому я отказался от полностью фаербола и выкачал только его на один. Далее, скилл, который, соответственно, всем качать обязательно. Это падение метеорита. Очень домажный взрыв, очень домажный, точнее, скилл. урон идет несколько этапов, также это 200% ваша ульта. В ПВЕ она, к сожалению, очень неоднозначна, а вот в ПВП мне очень понравилось, очень сильно демодж от нее проходит. Также навешивает нокдаун. Далее, скилл удар кинжалом. В перспективе выкачивать его буду, но по-хорошему, допустим, если вы собираетесь только раскачивать визарда, вы его в самом начале можете смело не качать. Да, очень большой урон, да, очень большой рост меткости, соответственно, дамажить вы им будете, но вы не будете им ваншотать. 950 урона икс-2, даже при охладывании статуса 100% в карте, это не показатель того, что вы завернете гиганту и ваншотните его в спину. И даже волшебника и случника вы не ваншотните в спину им. как бы ни пытались. Выкачен был скилл, проверен, то есть и оставлен пока на единичку. Мобильное уклонение качать всем обязательно. Телепортация, соответственно, тоже. Щиты магические, даже не оговариваться, качать практически на самом первом этапе на максималочку стараться разгонять, а скилл непосредственно поглощения маны я до 56 левела бегал со вторым. его мне вполне хватало. Сейчас поймете почему. Соответственно, я его потом уже докачал за счет того, что из цели он высасывает довольно-таки очень большое количество маны. Так, теперь что у нас еще остается здесь на этой линии? Воскрешение. Непонятный юзлист скилл, абсолютно странное действие. Ну, то есть юзается он еще по минималке. Один из моих любимых скиллов волшебника это цепная молния. Неприятнейшая вещь для многих персонажей. Отличный агрещий скилл с очень неплохим показателем, средним показателем меткости. И в принципе, как показала практика мной навязав, спину бьет так больно, что, честно, врагу не пожелаешь. Соответственно, после него есть как вот, я не знаю, как это называется все-таки, как придать этому скиллу такое обозначение. Скажем так, после цепной молнии есть шаровая молния. Соответственно, после прокастовки цепной у вас навешивается баф, где вы можете взять в течение 5 секунд нажать и использовать на определенную точку этот скилл. Также он накладывает ошеломления, и поэтому я вам скажу, после цепной, когда уже враг становится в ступоре, смысл на него то есть накладывать шаровую молнию, то есть именно вы получите урон, второго контроля не будет. Там будет еще работать деминишинг, поэтому в среднем деминишинге, как понял, включается после того, как у человека вышел из контроля цепной молнии. Будьте с этим аккуратны. Далее, ваша ульта стопроцентная и один из приятно формящих, то есть скилл, которым приятно формить. И его остаточный заряд. Вещь очень дамажная. И сейчас вот здесь не написано о скиллах, но я вам говорю это так. Он накладывает эффект, то есть непосредственно опрокидывание. То есть даже видите на картинку есть на остаточном, как видите опрокидывание на нем не написано. И это очень странно. Этот скилл также имеет прирост к дополнительному удару урон при последнем ударе 2% от максимального МП. Это к слову возвращается доспех авторитас и увеличение МП. Очень сильно дамажен еще скилл. Соответственно пробуждать на него кстати по пробуждениям сейчас еще расскажу в конце. Как видите пробудил магатаку 4, есть магатак 5. Советую всем. Далее ветка тоже якобы контроля. Почему якобы? Потому что у нас еще она не завезена. Жду патча 6 апреля. Очень интересный скилл Ледяная стрела. Очень маленькая перезарядка. Очень большой прирост меткости. Соответственно она уешна. Если враги стоят вместе, накладывается эффект заморозки. Сейчас с новым патчем в заморозке проходит только 20% дамага. Раньше вообще ничего не проходило. После заморозки человек соответственно падает. после заморозки остаточный заряд и еще самый главный остаточный заряд не наносит очень огромный урон по телу которое лежит. Запомните это. Соответственно я его взял один. Почему я взял его на один? Он проходной идет к Близзарду к Ледяной Буре. Потому что сейчас он выглядит абсолютно бесполезной фигней если он поправит. То есть на Корее сейчас Ледяной летит вот так с такой примерно на скорости у нас он летит и падает вниз с анимацией невероятно беспонтовой и это достаточно очень хреново для такого крутого скилла поэтому я его сейчас пока не качаю но в перспективе думаю да далее есть еще Морозный Туман Морозный Туман в принципе все что я вам сейчас описал все то же самое делает наносит определенное количество урона то есть при максималочке также бьет 5% максимального АМП также в принципе все делает только на большее количество целей вы можете этим законтролить и довольно таки большую толпу влетев в них самым один из моих любимых скиллов здесь то есть непосредственно в этом блоке это ускорение и комбо ледяная буря в принципе вся ледяная буря как крутить ее правильно я вам сейчас тоже чуть попозже расскажу ускорение это баф который вы накладываете на себя в течение 30 секунд который увеличивает ваш параметр скорости на 20% от скорости атаки и скорость применения навыков соответственно вы с ними будете себя почувствовать шикарно 20% это плюс 2 плюс 2 вот к этим показателям но одно я могу вам сказать что процентаж процентаж в этой игре суммируется если брать чисто вот эти цифры до восьмерки соответственно сейчас вместе с тем что есть скиллы которые увеличивают скорость навыков на 15 на 10 при пробуждении плюс допустим ускорение вы можете достичь максимального капа скорости навыков тире скорости атаки и это здорово также скорости бега это очень здорово это интересно это очень приятный полезный скилл научитесь его юзать очень многие визарды его не юзают по кд даже я этим грешу иногда когда даже на фарме ну типа ну а че мне в принципе так нормально но самое главное это научиться его юзать в пвп а что бывает всегда навешаны были эти прекрасных три бафа далее близзард что касаемо близзард очень огромный урон для этого скилла большой прирост меткости да снижается абсолютно весь урон здесь в нем пвп но для пве и в принципе даже для пвп он тоже довольно таки дамажный смотря в зависимости от волн которые проходят эти акции которые входят в людей бывает что при если враг совсем ну уже как-то не знаю замешкался ледяная буря может его в спину просто убить в течении там 5 секунд такие тоже случаи бывали это говорю про варвар с 200 плюс дефа доп урон также у него у основного уе скилла почему я его называю основным потому что ну после ульты скорее всего у меня допустим такая ротация основных уе скиллов визарда ульта ледяная буря взрыв метеорита то есть это чисто по демеджу который они наносят на определенную толпу мобов и удобности соответственно убить вокруг себя всех этих мобов соответственно брать на максималочку и радоваться на дамагу я выкачал я бил сбрасывал на 53 уровне выкачал на максималку поверьте стоим когда у меня был еще говнашмот я не скажу что сейчас там гораздо лучше стало где-то так что-то подровнялось но говнашмот и носаоши я прекрасно себя чувствовал с комбо ледяной буря то есть было очень здорово в определенный момент суть этого комбо хотя она и не описана но допустим ледяная буря расходует у тебя мп соответственно с комбо ледяной буря вам достаточно съесть одну баночку чтобы полностью ледяная буря прокастовалась два раза вместо одного по времени далее скилл который я начал сейчас качать и хочу выкачать и посмотреть все-таки как он именно будет себя сейчас чувствовать после изменений это землетрясение в принципе комбинация интересна тем что накладывает два негативных эффекта ошеломления и опрокидывания это в принципе очень-очень здорово сенкаста так вот это очень здорово именно из-за того что два эффекта также приятный показатель прироста отметкости прироста мп я же говорю здесь все визард почему я говорю таритос снова начал очень много деф очень много мп это здорово но пока так так вот что касаемо землетряса я его брал потом скидывал почему я это делал потому что изначально он мне дико не понравился за счет того что ну типа какого черта то есть ну там даже вроде бы деминишинга не было но я-то думал он опрокидывает там воинов которые в щите ну такого как оказалось не бывало просто они опрокидывались когда сходил щит потом я его прикинул так в масс-замесах и как он будет действовать еще один минус этого скилла что мне понравилось с инкастом у него очень-очень длинная анимация то есть и мне это не нравится его могут сбить поэтому вам нужно очень быть изворотливым чтобы прокастовать себя на врага и соответственно сбить их и навешать на них все негативные эффекты далее скилл тоже который я советую всем качать земляной удар в пвп с противником своим оппонентом подбрасывает большой показатель меткости в принципе очень ну по урону это не дамажный скилл это в принципе только скилл для хорошего контроля выкачивать на всю основную ветку потому что с приростом то есть большой прирост меткости идет плюс 20% брать обязательно теперь скиллы которые я юзал но мне не понравились я пытался что-то найти типа ауэра защиты посмотреть как она работает значительно повышается тут не описано насколько он повышается повышается по-моему в среднем увеличивает показатель на 35% на максимальном уровне но почему он для меня оказался юзлис абсолютным потому что здесь надо стоять я понимаю если ты допустим его единственном случае только можно брать если ты решил засесть глухой деф в замке соответственно там этот скилл еще когда ты должен стоять я уверен что визер должен быть всегда спать с лучниками и забав на скорость атаки бега и навыков это обязательно и соответственно их защищать еще параллельно стоять чтобы допустим на них не проходил контроль в которых не залетает на стены замка все больше я не придумал ничего с этим скиллом поэтому честно говоря я подумал и не стал больше вкачивать два скилла обязательное прокачивание это соответственно хил на себя восстановление мп ешка энергия исцеления и свет исцеления один из самых очень крутых скиллов визер именно вроде саппорта восполняет на максимальном уровне фулл столб хп своему оппоненту и это на самом деле очень здорово помогает на боссах помогает при осадах я говорю будете юзать по кд ваши товарищи из мили трейна будут вам вот просто так по братски благодарны и говорить всегда вам что респект спасибо круто спас запомните это и никогда не пренебрегайте чтобы лишний раз нажать по кд этот скилл два скилла которые мне бы казались и полезными и бесполезными в плане выкачивания сердце силы это шарик который следует за постоянной восстанавливать мп бесполезная хрень потому что у нас есть непосредственное поглощение маги которого восстанавливаете в фулл столб еще наносит дамаг это просто шарик который бегает за собой пробовал абсолютный бесполезная фигня потратьте только лишние очки навыков и соответственно более-менее интересная штука это проекция проекция ну типа на начальных этапах я вам советую взять ее хотя бы на один ну если у вас очень слабенький шмот или вы очень плохо разбираетесь в боссах вы его возьмете и вам будет полегче на призывных даже банально на призывных боссах серьезно и честно говоря вы прям ощутите разницу так что не стесняйтесь хотя бы одну очку потратьте на него пассивка что касаемо пассивки пассивку я выкачал на максималку прирост от нее ощущается но самый большой просто конечно на 82 уровне где получаете скорость применения навыков 2% ну это конечно жесть но в принципе вот это все ощутимо и без нее я был билд у меня и с нее вот эти маленькие приросты когда ваша полосочка бежит все-таки видимо ну соответственно уже от уровня качайте хп это 100% это что касаемо моего билда если у вас какой-то свой взгляд на билдостроение волшебника я говорю мой билд точнее мой гад никогда не претендует на догмату я с радостью готов выслушать вас в комментариях а давайте сейчас пройдем к манекенам и покажу я вам примерно какие скиллы и как какой ротации их можно юзать на пвп и на пве и так что касаемо тактики по тактике могу вам сказать каждый противник соответственно это каждый ведет себя по своему среднем допустим сейчас на нашем румпеле я вам покажу как какие родации скиллов в пвп я использую есть интересный скилл точнее комбинация скиллов которые я очень сильно люблю но не всегда она срабатывает из-за того что еще ледяная стреляла соответственно у нас очень плохо но покажу из самых стандартных которые есть соответственно инкаст молния человек иногда у нее падает соответственно удар понизу и добивание стрелой все это самый простой это самая простая комбинация если человека не набиваете но вам нужно его держать в контроле вы просто напросто его бьете цепной молнией пока он соответственно не отъедет и плюс остаточный заряд это самая такая простецкая комбинация которая которая должен знать каждый есть комбинация уже посложнее и она мне тоже в принципе очень нравится как я сказал она еще до конца не работает потому что у нас еще не выкачан неправильная анимация у скилла град стрел соответственно выглядит она примерно так сейчас мы манну ее заберем мы замораживаем нашего противника соответственно в тот момент даже когда он не синкаст он падает и получает урон от ледяной бури соответственно он убегает убегает вы его убили то есть тот момент когда он находится в ледяной буре получает он один из самых больших овер дамага есть также вариация скилла допустим быстрое сближение и нокаут противника но нужно знать вот примерно расстояние от себя до противника чтобы непосредственно телепортом до него дойти примерно это выглядит вот так как видите сейчас полностью комбинация не сработала за счет того что прошло амнитетное опрокидывание но непосредственно скиллом как я уже сказал земляной удар вы выполняете на сближение маневр именно опрокидывание все человек в нокдауне вы вы по нему проходите скиллов соответственно он сейчас опять не упал за счет того что на нем был деминишинг успеть это нужно сделать примерно на инкасте ну вдоль и секунды стараться хотя бы успеть это сделать далее почему я говорил мне очень не нравится то есть не нравится но я все же решил дать ему второй шанс это землетрясение то есть из-за деминишинга сейчас это выглядит примерно так человек упал человек встает и второй эффект на него не накладывается получается просто эффект аш не ошеломление а именно эффект накладывается опрокидывание все то есть ошеломление как такового не получает соответственно мы и не убиваем противника то есть не держим противника в более большом контроле надеюсь с ребалансом это завезут и что-то все-таки со скиллами это поправит вот из тех вариаций допустим как я говорил про фаербол то есть я стараюсь фаербол выстрелить в противника то есть мансовать мансовать заходя ему в спину дать ему проказ чтобы его прокинуть на земле противник и полностью уже его наказываешь допустим если брать в расчет того чтобы у меня выкачан был полностью кинжал соло пвп то остаточное хп было полностью добито и лучник соответственно был бы уже мертв из тех вариаций которые вы должны знать всегда в начале пвп вы должны проюзать щит и у вас будет полный столб маны щит щит работает так вы стреляете у вас уменьшается мана соответственно у вас уменьшается хп и мана и дамаг режется на тот промежуток что нет щита щит спадет и у вас уменьшается в большем размере хп как видите на овер дамаге это очень явно выражено ваша хилка ваша ваша аптечка ваше спасение без нее вы никуда очень внимательно в пвп должны следить за непосредственно хилом откатами и даже банально самый простой хил откатывается в районе 15 секунд вы должны это учесть обязательно 15 говорю пардоните 10 секунд и вы должны это учесть большой хил откатывается в районе 20 секунд если мне память не изменяет 30 секунд перезарядка здесь у нас перезарядка 10 секунд вы должны за промежутками этого хила следить соответственно что из скилов по остаточному заряду когда вы выходите в спину противника и его не опрокидываете вы можете его за нокдауни с помощью остаточного взрыва огненного взрыва после фаербола за нокдауни на противник это ваш сладкий болех просто вы можете делать все что угодно за этот промежуток времени также как я понял сопротивление на опрокидывание нокдауна влияет еще на то как быстро противник станет соответственно все выполнять действия должны на инкасте чтобы быстро показать противнику что вы явно не хотите что он был с вами рядом живой соответственно с инкастом это должно происходить как-то так очень важно научиться крутить ульту научиться крутить ульту противника если у вас есть ульта то обязательно в настройках зайдите если у вас не прописано и в настройках игры примените клавиши примените движение мыши click to move нажмите ok ульта будет следовать за вашим противником когда вы нажмете control выглядит так вы прокастовываете ульту зажимаете control и вводите мышкой по кругу соответственно эти все премудрости действуют на любые массовые заклинания такие как фаербол точнее метеоритный удар вы также можете крутить но есть одно но как видите я кручу но ничего не происходит такая хитрость почему так происходит вам нужно нажать escape а потом уже нажать на клавишу мышки это связано скорее всего именно с механикой почему допустим ульта непрерывно идет а этот скилл соответственно вы вымеряете так как на лошади или допустим пешком тот момент когда вы его прокастуете соответственно когда вы крутите сбивается в игре анимация то есть нужно нажать escape после этого юзается с ледяной бурей выглядит это примерно так с ледяной бурей очень быть важно потому что очень часто вы просто будете бежать вперед из-за того что у вас не хватает на комбу маны получается вы ее прокастовываете и начинаете заливать нажмите баночку маны и соответственно вы можете смело ее крутить до того момента пока противник будет в зоне но очень часто когда таргет именно приходит очень как сейчас близко с румпелем было он просто-напросто сбивается и вы бежите вперед с этим уже ничего поделать нельзя и вообще очень странно реализовано и никак не сказано здесь именно и в игре за визарда официальными соответственно разрабами как крутить ульту то есть этого обозначения просто нигде нет ни в одной комби ни в одном какого-то гайде это почему-то именно люди все дошли именно головой руками и т.д. и т.п. но это же в принципе что касаемо скиллов да все довольно очень просто смотрите за кд хилами и обязательно по кд юзайте ускорение и щит чтобы быть всегда был защищенным быстрым и скоростным правильная ротация скиллов используйте по обстоятельствам как видите румпель сейчас бегает я его я его не могу ешкой поймать то есть он бегает 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 я его ешечкой никак не могу поймать вот такой вот очень странный скилл который очень медленнее чем сам персонаж который просто от него бежит то есть как видите не получается но зато прекрасно долетает в него град стрел здорово здорово помните это и не совершайте ошибок в пвп вот в принципе что касаемо каких-то самых маленьких деталей в пвп я рассказал давайте подытожим все что было сказано и достичь подошли как и эффект и вы 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 как и вы вы Субтитры сделал DimaTorzok Подытожив, могу сказать следующее Визард это довольно-таки интересный и местами сложный класс Не стоит, конечно, говорить о том, что ПВП Визарда там Да и попробуй, иди говорить, на 40 сыграй Нет, ребят, я говорю, у каждого класса свои особенности То, как вы к нему отнесетесь, и то, как вы пытаетесь его реализовать в своих руках Будет, зависит непосредственно его ДПС, его сила и все остальное Соответственно, я думаю, сей гайд был интересен и полезен для вас Я думаю, что-то кто-то подчеркнул из-за этого, что-то узнали новое А может быть, наоборот, вам это не понравилось И вы не стесняйтесь, отпишите в комментариях Но я, конечно же, выслушаю конструктивную, действительно интересную критику А не гигиолху херню, короче, не сказал Но вы поняли, такие комментарии просто будут мне неинтересны Удаляться и я, в принципе, с этими людьми То есть разговоров у нас не получится Соответственно, если у вас какие-то есть мысли, думы Оставьте их, мы с вами в комментариях это обсудим Я или в группе ВКонтакте Как вам больше всего будет удобно Вот, наверное, собственно и все Играйте за тот класс, который вам нравится Наслаждайтесь игрой за этот класс И не забывайте, что на Визорна нас ждет одно из самых интересных По моему мнению Конечно же Такому совсем непредвзятому Эта новость была опубликована не так давно О ней чуть подробнее расскажу Это элементария У девочек будет земля и электричество У мальчиков, то есть у дедов будет огонь и вода И третий элементарий духа Что он из себя представляет? Без понятия Пока это был только анонс О нем чуть попозже расскажу в новости Большое всем спасибо за просмотр Если понравилось, ставьте вот такой большой палец Скажите, да, чувак, помогло Если не понравилось и не помогло Можете поставить вот такой палец То есть на ваше усмотрение Всего вам доброго Играйте в хорошие MMORPG И наслаждайтесь С вами был Юга И до новых встреч Не забывайте подписываться на канал Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok